Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Гермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Для семей мобилизованных подготовили цикл экскурсий в этнопарк «Дружба народов». До конца ноября посетить национальные подворья смогут более 5000 человек. Подарок к 80-летию самарского троллейбуса. Журналист и энергетик Владимир Громов посвятил песню городскому электротранспорту. Русская классика, страницы прозы. В областной столице открылся Всероссийский театральный фестиваль. В текущем году в Самаре в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» привели в порядок 57 километров автодорог. Обновление коснулось и улиц, ведущих к туристически привлекательным местам. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в город Самара мы также предусматривали ремонт дорог, которые ведут к Турчийскому ашуру. Это такие как вертолетная площадка, скверы, которые ремонтируются в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». В частности, в этом году мы отремонтировали парк «Воронежские озера», молодежный парк. В этом году обновили улицы в поселке Управленческом, где находится популярная зона отдыха «Вертолетная площадка». Отремонтировали улицы Сергей Лозо, Солдатскую, 8 марта. Там выставили на уровень с проезжей частью люки колодцев. На дорогах уложили новый слой покрытия с использованием высокопрочной смеси «ЩМА-16». Также отремонтировали улицы Вилоновской и Волжский проспект, которые ведут к визитной карточке города – Самарской набережной. Участок в границах улиц Максима Горького и Спортивной отремонтировали во всю ширину проезжей части большими картами. К обновлению Волжского проспекта подошли комплексно. Помимо ремонта проезжей части, здесь также подняли 150 люков колодцев и 60 дождеприемных решеток, привели в порядок 10,5 тысяч квадратных метров газонов и смонтировали 164 новые опоры освещения. Комфортными стали и тротуары. Плитку уложили на площади свыше 2,5 тысяч квадратов. Также жители и гости города смогут комфортно добраться до парков «Воронежские озера» и «Молодежный». Улица Ставропольская в границах 22-го портсъезда и Нововокзальной, а также проспект Кирова на участке от Московского шоссе были отремонтированы большими картами. Самыми часто встречающимися дефектами здесь были колейность и выбоины. Присутствовали также разрушения на стыках и примыканиях улиц. Однако почти 23 тысячи квадратов свежего покрытия решили и эти проблемы. В Самаре продолжается строительство новой станции метрополитена. Основной фронт работ на улице Галактионовской. В скверах на пересечении Свилоновской и перекрестке Галактионовской и Красноармейской. Здесь в будущем возведут станционный комплекс. Также займутся проходкой перегонных тоннелей. Подготовка включает в себя вынос водопроводных, канализационных, электрических и тепловых сетей. Параллельно инженерные коммуникации переустраивают и в районе перекрестка в границах улиц Самарской, Полевой и Новосадовой. Как и по участку Галактионовской, здесь временно ограничено движение транспорта. В зоне метростроя на этом перекрестке выносят водовод, переустраивают ливневый коллектор, а также переносят сетевые кабели. В дальнейшем в этой локации будет стыковка тоннелей, действующих и новых. Все объездные пути были заблаговременно подготовлены. Скорректирована работа светофоров. Для удобства трафика появились дополнительные светофоры и поворотные секции. Ввели односторонние движения по участку улицы Первомайской. При строительстве метро повышенное внимание уделяют сохранению элементов архитектуры, зеленых насаждений, также стараются минимизировать неудобства для горожан. Основные задачи по переустройству инженерных коммуникаций в зоне метростроя в историческом центре рассчитывают выполнить в конце ноября. Однако часть подготовительных работ продолжат и в декабре. А у перекрестка улиц Самарской, Полевой и Новосадовой, где трудиться начали 8 октября, вынос инженерных коммуникаций должны закончить к концу ноября. Отмечу, что все работы, сопряженные со строительством станции метро «Театральная», находятся на непрерывном контроле. Его осуществляют региональный заказчик и подрядчик совместно с мэрией и профильными службами областного центра. Согласно расчетам специалистов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию «Театральной» до 7-8 минут может сократиться интервал движения электропоездов подземки. А путь между конечными станциями займет около 20-25 минут, за которые из отдаленных районов города можно будет добраться до исторического центра. Метро для большого города, как наш, это ключевой транспорт, потому что мне, как жительнице Беземянки, попасть в центр города всегда было проблематично. С нетерпением жду появления станции «Театральная». Теперь это будет занимать 15-20 минут. Я сходила в театр оперы и балета, посмотрела там постановку, и через те же 20-30 минут я уже дома. Ну и мое ожидание, наверное, от этой станции вдвойне усилено тем, что мой офис как раз находится в старой части города, пересечения сквера Высоцкого и Ленинградской. И там в 5 минутах ходьбы я буду работать, я получу благо передвижения быстрого по нашему городу. С начала весны в Самарскую область приехали уже более 2700 вынужденных переселенцев. Сегодня они живут в 15 пунктах временного размещения. С некоторыми из приехавших познакомилась наша съемочная группа. Добрый день, можно к вам в гости? Опа, вот это да. Ну-ка, ну-ка, это чей такой? Кот Кузя – личность легендарная. Вместе с 10-летней Аней и ее бабушкой 7 месяцев провел в бомбоубежище, на самой линии фронта. Пришли еще, было холодно в этом бомбоубежище. Мы спали, я вообще на лавке спала, там какое-то одеяло подстелила. В шапке, в куртке, в ботинках. 15 градусов мороза. В бежище переселились не сразу, после третьего попадания в дом. Тогда погибли их соседи. Выходить на улицу больше не решались. Уезжать в Россию без Кузи Аня категорически отказалась. Заявила, если не пустят кота, останусь жить на границе. У нас ни палатка, ничего не было. Пришлось веревку, вот этот ошенечек и на веревку его. Ну, молодцы там ребята, поняли, на границе все. Они говорят, а котик, ну проходите, проходите с котиком. С начала весны в Самарскую область приехали уже более 2700 вынужденных переселенцев. Сегодня они живут в 15 пунктах временного размещения. Забота о них для членов общественной палаты приоритетна. Без мелочей. Вникают в любые детали. От бытовых условий до помощи с обучением. Огромное спасибо губернской думе, правительству Самарской области, профильному министерству Минсотдемразвития за то, что все их вопросы, они в принципе решаются в режиме реального времени. Мы, как общественная палата, обязательно сейчас обеспечим и нотариальное сопровождение. Наши партнеры, нотариальная палата Самарской области, она всегда идет навстречу. А это документы, это очень дорогого стоит. Конечно, Минтруд здесь необходимо задействовать для того, чтобы людей обеспечить возможностью зарабатывать деньги. А нам нужны рабочие руки. Многие из вновь прибывших уже решили, что останутся на Самарской земле. Свои руки и навыки электромонтера готов предложить региону глава молодой семьи Александр. Их второй сын родился уже здесь, в Самаре. Покидать родину ребятам пришлось в спешном порядке. У нас уже сроки подходили, и вот мы до последнего как бы терпели. То есть в поезде ехали, чтобы не родить там. Это было бы, конечно. Вы здесь осваиваетесь и смотрите, как вы можете здесь найти себе применение. Переселенцы говорят, что очень тронуты гостеприимством самарских людей и чувствуют себя в безопасности. Однако потребуется немало времени для того, чтобы оправиться от пережитого. При резких звуках бабушка Ани по привычке падает на пол. Тяжело, конечно, в 60 лет начинать все сначала. Честно. Ну, справимся. Главное, что живы, здоровы. Самое главное, что живы, да. Инесса Панченко, Максим Гусев. События. Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» организует для детей семей мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, цикл экскурсии в этнопарк «Дружба народов». До конца ноября посетить национальные подворья смогут более 5000 человек. Эти гости для сотрудников этнопарка «Дружба народов» особые. На экскурсию приехали семьи людей, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Для детей и супруга поездка стала возможностью отвлечься от тревожных мыслей. Очень помогает. Не расслабиться, а детей развлечь. Больше детей. Не себя, а детей. Ну и, соответственно, с ними сама отвлекаешься. В программе экскурсии – посещение подворья этносов, которые проживают на территории Самарской области. Гостям рассказывают о быте, профессиях и народных традициях. Семьи военнослужащих и мобилизованных пригласили волонтеры партийного центра «Единой России». С началом СВО они взяли их под свою опеку. Мы поздравляли с праздниками семьи мобилизованных. Также выезжали в Рощинске как волонтеры-репетиторы. Проводили занятия с детьми по различным предметам и школьной программы. И сейчас вот такая экскурсия, не планируем на этом останавливаться. Всего до конца ноября по инициативе партийцев на экскурсии в национальной подворье пригласят более 5000 человек. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской области выявило активных членов организованной преступной группы, которые причастны к нападению на одного из самарских предпринимателей, похищению его личного автомобиля, а также вымогательству двух миллионов рублей. Были возбуждены уголовные дела. Промышленный районный суд признал всех фигурантов виновными. Пятеро человек получили по три года лишения свободы в колонии общего режима. Один приговорен к трём годам и четырём месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменений. Все, кто работает в сфере арт-индустрии, должны получить всестороннюю поддержку. Об этом говорили депутаты Самарской губернанской думы. Сегодня представители двух комитетов объехали творческие пространства Самары, чтобы выяснить, в какой помощи нуждаются те, кто создает вещи своими руками. К примеру, шьет одежду, варит свечи и производит шоколад. Подробности расскажет Виктория Шарея. Пошивка совороток, производство кукол и ручной работы и шоколада. Все направления креативного кластера Самары должны получить поддержку. На выездном мероприятии двух комитетов губернанской думы сегодня выяснили, в какой помощи нуждаются те, кто работает в сфере арт-индустрии. К примеру, есть идея пробудить интерес к будущим профессиям у детей с ограниченными возможностями здоровья. Но пока закон не позволяет оформить такое направление деятельности. В креативной отрасли не хватает обучающей составляющей. Озвучили предприниматели, ремесленники, несколько проблем, которыми мы будем заниматься. Но первоочередная – это внесение АКВЭДов в закон, что даст им возможность, так скажем, легализовать свою деятельность в плане самозанятых. Закон о креативных индустриях был принят в январе текущего года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Он объединяет всех людей, которые создают вещи своими руками. Но оказалось, что закон действительно очень нужен, он востребован, его ждали. И наша задача сейчас, как законодатели, посмотреть, как работает этот закон, что там в нем не работает, доработать. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, События. Самарский музыкант Владимир Громов записал песню про троллейбус в необычной коллаборации. В нее решили включить звуки настоящей рогатой машины. Наша съемочная группа наблюдала за процессом создания композиции. Самарский журналист и энергетик Владимир Громов записывает песню в необычной коллаборации. В создании нового произведения ему и его друзьям помогает и дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра, и представители департамента транспорта администрации Самары и муниципального предприятия трамвайно-троллейбусное управление. В муниципальном общественном транспорте работник самарской энергокомпании Владимир Громов ездит часто. При этом особенную любовь по профессиональным причинам он испытывает именно к электротранспорту, который считает очень даже романтичным. Рассказывает, что его друг сделал предложение своей девушке именно в троллейбусе, и скоро у них серебряная свадьба. Это лавстори с хэппи-эндом, собственный опыт поездок в самарских троллейбусах и юбилейная дата привели к тому, что Владимиру пришла мысль написать песню на стихотворение Роберта Рождественского «За тобой через года». В этом тексте лирический герой сравнивает с троллейбусом свою привязанность к любимой, поэтому всегда должен крепко держаться за провода. Написав музыку, Владимир Громов получил официальное разрешение дочерей легендарного советского поэта на использование текста. В социальных сетях наткнулся на текст Роберта Рождественского 1962 года. И мы вот с моим другом Евгением, он здесь ходит записывать звуки, решили сделать по этому поводу песню в жанре советского диска. И в процессе изготовления этой песни мы вдруг с Евгением узнаем, что у нашего троллейбусного управления в этом году юбилей. Так лирическое признание в любви к своим женам гармонично совместилось у самарских музыкантов с посвящением юбилейной дате. 6 ноября самарский троллейбус отметил свое 80-летие. Чтобы песня получилась более реалистичной и живой, авторы проекта попросили разрешение включить в нее звуки настоящего работающего троллейбуса. И для этого отправились в троллейбусное депо номер один, где встретились с водителями рогатых машин, с дирекцией транспортного предприятия и руководством профильного городского департамента. Больше звук такой какой-то физический, что ли такая, как физика. Это электромагнитные излучения, которые идут, они сейчас с помощью вот этой вот коробочки записываются сюда. И микрофоном записывается то, что происходит в салоне, звуки салона. А потом это, если это вместе наложить, немножко нарезать, это можно использовать уже в качестве музыкального материала. Вот только что со специальным оборудованием звукоснимающим были записаны звуки, которые издает вот сам включенный работающий троллейбус. Они будут там как-то смикшированы, смонтированы, потом положены вот на основную мелодию, на слова, и будет вот у нас такая песня. И вот все жители города ее в подарок получат. Мало у кого вызывает ассоциация при виде на троллейбус, что дай-ка я о нем спою, но у нас получилось именно так. Работа над записью песни еще не завершена, однако голос троллейбуса уже накрепко вписан в ее музыкальное полотно. И у коллектива ТТУ на будущий трек уже складываются большие планы. Можно ее использовать на конкурсах, которые мы там проводим. Можно даже выдержки из этих песней, куплета там разместить в наших трамваях и троллейбусах, чтобы она на какие-то там праздники играла. Поймать звук троллейбуса – только часть творческого процесса. Предстоит завершить работу над записью вокала, аранжировкой, сведением. Высокое качество будущего трека гарантировано тем, что партия ТРУБЫ для него исполнена дирижером Самарского муниципального концертного духового оркестра Сергеем Рыбиным. Я всю жизнь в обнимку с ТРУБОЙ живу, поэтому для меня ничего нового в этой коллаборации нет. Это не первая песня, которую мы с Володей Громовым записываем. Мелодия и музыка, и гармония, и аранжировка, которые были написаны к этим словам, они только, мне кажется, подчеркивают вот это вот энергетическое естество. Для того, чтобы песня получилась на славу и ушла, как говорится, в народ, осталось сделать завершающие штрихи. Было легко. Ну, текст вообще хороший, и Володя тоже хороший человек с ним. Работать приятно. Очень быстро мы это все сделали. Запишем еще бэк-вокалы, думаю, дня через 2-3, да, и недели две, думаю, уже будет готовая песня. В то время, когда в других городах страны троллейбусное движение закрывается, в Самаре прикладывают все силы и возможности, чтобы общественный транспорт развивался, техпарк пополнялся модернизированными машинами, которые не только используются для комфортной перевозки пассажиров, но и, как выяснилось, дают стимул к творчеству. Ухвачусь за провода руками долгими, буду жить всегда-всегда твоими токами. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Константин Головин. События. Русская классика вне конкуренции. В Самарском театре камерная сцена. Проходит 4-й театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». На сцене показывают спектакли театры из Петербурга, Тамбова, Арзамаса, Тольятти и Самары. И все они поставлены по прозаическим произведениям. Подробности в нашем материале. Вот сейчас пока не старости, еще пока можно жить настоящим. Да хорошо бы от прошлого не зависеть. 8 ноября Петербургский театр на Васильевском показал самарцам спектакль «Последний троллейбус» в постановке актера и режиссера Артема Цыпина. Хочется, чтобы подключился сердцем зритель. Но есть надежда, что это произойдет, потому что это ставилось именно в таком теплом ключе. Это спектакль артиста, спектакль живых чувств, любви. Надеюсь, что нас услышат и поймут, и примут. Фестиваль русской классической прозы – единственный в стране. Если меня спектакль задевает эмоционально, если мне потом хочется над ним размышлять, тогда для меня спектакль интересен. А уже потом мы начинаем анализировать. А это было режиссерское решение, а здесь потрясающая актерская работа, а здесь была музыка. Ставить прозу на сцене очень сложно, но такой опыт дает огромные возможности режиссерам, тем и интересен зрителям. Спектакль можно увидеть до 13 ноября. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Крылья Советов подходит к завершающему матчу осенней части Чемпионата России по футболу серии из двух побед. Дарья Касаткина не смогла выйти из группы на итоговом теннисном турнире, а баскетболисты Самары уступили в битве дебютантов Единой лиги. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Крылья Советов готовятся к заключительному матчу осенней части Чемпионата России по футболу. В рамках 17-го тура самарцы на своем поле примут Ростов. К этой встрече крылья подходят в серии из двух побед подряд. В 16-м туре волжане одолели на выезде «Московская торпеда». Матч прошел на легендарном стадионе «Лужники». Героем встречи стал юный Сергей Пеняев. Сначала на 34-й минуте он выполнил подачу со штрафного, которую точным ударом завершил Фернандо Костанца, а на первых минутах второго тайма Сергея и сам отличился после передачи Романа Ежова. 2-0. Уверенная победа крыльев, которые вернулись на десятую строчку в таблице. Баскетболисты Самары принимали московский клуб МБА в рамках Единой лиги. Оба коллектива дебютанты этого турнира, и это была первая встреча на новом уровне. Хотя история противостояния клубов насчитывает 26 игр. Начало встречи, как оказалось, стало ключевым отрезком всего матча. В первые минуты столичные гости оторвались в счете и не позволяли сопернику выйти вперед до финальной сирены. Лишь несколько раз самарцы приближались к МБА на расстояние двух точных бросков, но каждый раз москвичи отвечали своими попаданиями. 74-82. Поражение Самары, которое расположилось на шестом месте. Дарья Касаткина не смогла побороться за победу на итоговом турнире WTA и Форт Уэрти. Во втором матче группового этапа талятинская спортсменка переиграла в двух сетах американку Кори Гауф 7-6-6-3. Заключительный матч в группе был для Дарьи решающим. Судьба путевки в полуфинал определялась в личной встрече против француженки Каролин Гарсии. Матч получился напряженным и нервным. Гарсия активно атаковала у сетки, Дарья же больше оборонялась в ожидании ошибок соперницы. После обмена победными сетами девушки третью решающую партию затянули до тайбрейка, в которой успешнее оказалась француженка. 6-4-1-6-6-7, Дарья уступила и не вышла из группы. А Каролин Гарсия в итоге стала чемпионкой итогового турнира. Хоккеисты «Лады» после удачного старта забуксовали в чемпионате ВХЛ. Тольяттинцы проиграли уже пять игр подряд. Очередная неудача случилась в выездной встрече против альметьевского нефтянника. Хотя автозаводчане открыли счет в самом начале. В большинстве отличился Медведев. Но после этого забивали только хозяева. Дважды во втором периоде и еще раз в третьем. Итог 1-3 поражения «Лады», которая опустилась на восьмое место в турнирной таблице. Гандболистки «Лады» провели свой десятый матч в российской суперлиге. Дом автозаводчанки переиграли китайский «Феникс». Обе команды рассматривали поединок как подготовку к более важным матчам против прямых конкурентов. Разница в классе проявилась в первых минут, когда тольяттинки сделали рывок 7-0. После чего лишь спокойно увеличивали преимущество, доведя матч до уверенной победы. 42-28. «Лады» закрепилась в группе лидеров таблицы. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Строительство школы на улице Паново в Октябрьском районе Самары не отменяется, как написали об этом некоторые СМИ. На самом деле внесено изменение в программу, в рамках которого поменяли местами школу на зиме и школу на Паново по срокам строительства. Об этом в своем телеграм-канале сообщает руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. Школу на Паново по-прежнему планируют строить. Для этого передан земельный участок изведения Минобороны в муниципальную собственность. Ведется подготовительная работа. В администрации Красноглинского района состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Рассмотрели 8 протоколов об административных правонарушениях. К административной ответственности привлекли 7 родителей или иных законных представителей, 5 родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Соответствующая статья предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа от 100 до 500 рублей. В этом году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли более 700 тысяч жителей Самарской области. Профилактические мероприятия помогают предотвращать развитие опасных неинфекционных заболеваний, а также выявлять болезни на ранних стадиях. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте от 18 до 39 лет один раз в три года, а в возрасте 40 лет и старше ежегодно, напоминает телеграм-канал администрации Советского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин